Во Владивостоке идет Восточный экономический форум. Вчерашний день запомнится заседание Президиума Госсовета. На воспоминания губернатора Якутии о том, что в прошлом Дальний Восток называли балластом, требующим дополнительных льгот в Ливане, президент Владимир Путин ответил вот что. Смотрим. Не знаю, какие придурки так говорили. Говорили. Мы помним четверть века назад. Ну, четверть века назад, мало ли там о чем делать. Давайте будем говорить о сегодняшнем. Путин заявил, что Дальний Восток остается приоритетом в работе экономических структур власти. Среди важнейших задач отметили следующее. Нужно исправить демографическую ситуацию и создать условия для комфортной жизни на Дальнем Востоке. И о том и о другом участники ВФ поговорили подробно. О важных для Хабаровского края событиях и достигнутых на форуме договоренностях смотрите далее. Представители Хабаровского края в первый день Восточного экономического форума в Владивостоке провели ряд деловых встреч. В частности, министр здравоохранения края Александр Витько подписал соглашение о развитии цифровизации медицины со Сбербанком. Проект предполагает соединение в одну цифровую систему всех медучреждений, чтобы у жителей из отдаленных районов края был доступ к медицинской помощи. Поддерживать предпринимателей края продолжит Банк ВТБ, подписан соглашение о развитии сферы кредитования и программ поддержки малого и среднего бизнеса. Также стало известно, что крупнейший столичный застройщик группа компаний ПИК подпишет соглашение с представителями Хабаровска, Владивостока, Читы и Южно-Сахалинска о начале поиска площадок для строительства жилья. Кроме того, компании необходимо будет решить вопрос с доставкой стройматериалов, так как сейчас все производственные мощности находятся в Центральной России. В связи с чем эксперты рассматривают возможность строительства заводов здесь, на Дальнем Востоке. Виктория Пильник, Смотри Хабаровск.